Две недели, наверное, холодно. Ходим, вот закутаюсь, и голова мерзнет, и все невозможно. Такого у нас не было никогда. Словно дед во сто шуб одет, как в известной загадке, Любовь Ивановна Серко коротает вечера под слоями платков. И это вовсе не стиль в одежде, а необходимость. В квартире, как видите, столбик термометра стремится все ближе к нулю. Это уже, наверное, недели две идет. Вот как после этой аварии, там, они отключали все один раз, потом еще, говорят, отключали в подвале, что ли там варили. И после этого все у нас тепла не стало. По словам пенсионерки-инвалида, тепла в трубах нет совсем уже более суток. Спать приходится под двумя одеялами, укрывшись с головой. Конечно, пожилая женщина звонила в управляющую компанию, там обещали все устранить, а потом, по словам старушки, и вовсе перестали брать трубку. Давления нет совсем, давления. Я вот сама вчера там открыла, и сегодня вот он пришел, ночью была вообще холодная. Кстати, судя по наличию емкости с карбидом, сварочные работы по ремонту труб в подвале, скорее всего, действительно проходят. Впрочем, непонятно, почему жильцы остались без тепла на столь долгий для этого времени года срок. Воздушные пробки, которые образовались во внутренней системе теплоснабжения дома, удаление их производят специалисты обслуживающей организации. Необходимые работы были выполнены с участием представителей ресурсоснабжающей организации. Иван Бер, Владимир Семенов. Наше время.